Здравствуйте, мои хорошие, с вами Даша, попали ко мне на канал, и сегодня я вам буду рассказывать уже про обещанные вещи, которые я купила в Гуче, и также расскажу вам про подарочек, который сделал мне мой муж, как раз на годовщину нашей свадьбы, которая была не так давно, и, кстати, на канале недавно выходило видео про нашу свадьбу, если вы еще не видели, обязательно посмотрите, а если вам интересные вещи, которые я вам покажу сегодня, очень классные, там будет и одежда, и аксессуары, то оставайтесь со мной, И продолжайте смотреть это видео За последнее время, за последние несколько лет, я считаю, что Гуччи сделали огромный рывок в плане стиля, в плане подачи вещей, они создали определенный фаст фэшн в люксе, то есть у них постоянно выходят новые вещи, нет такого, что вышла полностью новая коллекция, и как бы все, ждем следующей новой коллекции На новый сезон, если вы будете следить за их сайтом, то у них есть постоянные добавления, как вот, допустим, вы приходите в Зару, в ту же самую, да, и каждую неделю-две там появляются новые вещи, то же самое сейчас в Гуччи, каждые несколько недель там появляются новые вещи, и просто остановиться невозможно, если у вас есть на это возможность покупать там себе что-то, то очень сложно устоять, потому что новый креативный директор творит чудеса И как вы уже знаете, если вы давно смотрите меня, я уже давно хотела майку Гуччи, которая вот это сделала бум с надписью Гуччи спереди, такая немножко потертая, маечка хэбэшная Я ее даже заказала, вы представляете, ее заказала, померила, но все же решила, что я не готова отдать 400 евро за майку, за хлопчатобумажную, и отправила ее назад И я сто раз об этом пожалела, и я решила, что как только выйдет следующая майка подобного формата у Гуччи примерно за такую же цену дешевле, потому что их нет, есть только дороже, у них майки доходят до полутора тысяч евро Страшно подумать о таких ценах за майку хэбэ, но все же я рассказываю вам так, как оно есть И я наконец-то дождалась, и я увидела эту майку, по-моему, случайно, я гуляла по аутлету с мамой, как раз это было начало июля, начало скидок И я увидела ее на девушке на одной, мы были обе в аутлете Дольче Габбана, и я не могла отвести от нее глаз просто Вы знаете мою любовь к кошкам, и особенно к пантерам Моя кошка черная багирка, я ее назвала багира, потому что так звали пантеро из мультика Маугли И когда я увидела эту майку, я поняла, Даша, это твое, это прям вот твое И не важно, что так дорого стоит какая-то хэбэшная майка, даже когда, грубо говоря, тренд и мода на эту майку пройдет, она все равно останется моей любимой Потому что на ней кошачий обалденный принт, то есть что-то по типу кошек в поп-арте Сейчас покажу Для меня это некая помесь пантеры и тигра, потому что вроде бы по полоскам это тигр, но где она, она, он, вроде бы кошка Совершенно черная, то непонятно, пантера все же это или тигр Для меня вот это вот, это багирка А вот это вот, вот этот вот, это Лео Поэтому практически на этой майке изображено мое кошачье любимое семейство Я эту майку буду нежно любить и лелеять, я считаю, долгие годы, пока она не отживет свое И я буду к ней бережно обращаться и, скорее всего, даже стирать отдельно на ручном режиме В общем, как смогу за ней ухаживать, так и буду Я понимаю, что многие сейчас покрутят пальцем у виска, скажут, как можно, такие деньги за просто майку Но, ребят, давайте не будем лезть в чужой кошелек и решать за других людей, кому что покупать Это неправильно Я с вами делюсь от всей души, потому что мне что-то нравится и мне хочется, мне радостно об этом вам рассказать Поэтому давайте не будем учить друг друга жизни, а будем радоваться друг за друга И если вы мне что-то расскажете, что вас радует, даже если я этого не буду разделять, я за вас порадуюсь То же самое мне хотелось бы получать и в ответ Если я вам что-то рассказываю и мне от этого радостно, то, возможно, вам тоже захочется порадоваться вместе со мной Даже если вы считаете эту идею безумной, неправильной Я такая Эту майку я вам покажу в двух разных образах, как ее можно сочетать более классически, то есть в более джинсовом комплекте И как ее можно сделать более элегантной, что ли, с юбкой Итак, первый образ, это образ с укороченными джинсами Seven for All Mankind, укороченными, расклешенными Они, кстати, сейчас очень в моде, поэтому присмотрите к такой модели С мюлями от того же бренда Gucci Это мюли с голубыми цветами, с голубой сакурой, если я не ошибаюсь Называется этот принт Blooms, и я считаю, что это один из самых удачных принтов Gucci, когда-либо ими сделанный В данном варианте я вам показываю эту майку на выпуск Она создана для того, чтобы быть очень oversize, очень большой, а-ля с мужского плеча Если вам не нравится настолько широкая посадка, берите 2XS, и она будет здесь более по фигуре У меня просто S-ка Я именно такого эффекта и хотела добиться, чтобы она была очень свободная Также я дополнила образ очень минималистичной сумкой от Proenza Schooler Черная сумка, по-моему, она то ли PS1, то ли PS11 В любом случае, я ссылочки на все, о чем я буду говорить в этом видео, я оставлю ссылочки внизу И все вещи из любого аутфита, тоже все ссылки будут внизу, так что не забывайте проверять инфобокс И закончила я этот аутфит, скажем так, такой маленькой деталькой Это очочки Dior So Real Я их до сих пор нежно люблю и обожаю, несмотря на то, что они уже вышли, я не знаю, сколько назад То есть они до сих пор в моде Они до сих пор стильные, они до сих пор клевые И они такое, знаете, как будто сделаны из жидкого серебра То есть они полностью серебром переливаются Я считаю, что они очень-очень стильные и любой аутфит они дополняют И второй образ, который я покажу вам с этой майкой Нас приведет ко второй вещи в этом хоуле Та-дам! И это юбка Gucci Я до сих пор с трясущимися руками беру ее в руки Потому что у меня никогда не было такой дорогой юбки И я до сих пор в раздумьях, оставить ли мне ее Она мне безумно нравится Но я до сих пор не могу свыкнуться с ее ценой То есть для меня это огромные деньги за юбку Но мне она кажется настолько классической, что она будет жить всю жизнь в моем гардеробе И честно говоря, я до сих пор не могу решить между бежевой и черно-белой Она в такие черно-белые мелкие треугольнички Я оставлю ссылки на обе юбочки внизу Давайте вернемся к образу Эту юбку я сочетаю в этом образе с этой майкой Они очень круто смотрятся вместе Дополнил я этот образ сумкой от J.W. Anderson Это рыжая сумка с золотой фурнитурой с золотым кольцом И на ножки я надела тоже Gucci босоножки Купленные года 2-3 назад Очень классная модель на высоком устойчивом каблуке Они шоколадные замшевой с золотой фурнитурой Я считаю, что образ получился очень стильным Очень в ногу со временем Очень законченным и очень необычным Потому что я сочетаю классическую юбку A-силуэты на высокой талии С безумной хэбэшной оверсайз майкой под заправку С безумным принтом с тиграми, которые рычат И в то же самое время я дополняю это таким аксессуаром броским Как сумка с золотым кольцом Которая тоже перенимает как бы на себя внимание Но все вместе смотрится очень и очень органично Продолжая говорить о юбке Мне хочется показать вам более такой классический аутфит с ней Но все же в моем таком исполнении Потому что он тоже необычный Эту же юбку я сочла, как это сказать Я совместила с безрукавкой из прошлого хоула Который я вам показывала Если вы еще не видели, обязательно посмотрите Это холл, что я купила на скидках На сайте на это порте в основном Эту безрукавку я надела под заправку Под эту юбку И на ноги вы бы ожидали там каблуки Но я решила сделать этот образ более дерзким, что ли И надела туда меховые черные бархатные мюли от Гуччи Я считаю, что этот образ просто бомба И я уже в нетерпении Когда же наступит прохладная погода, чтобы я могла так одеться Потому что на конец лета, начало осени Я считаю, что это идеальный образ Ну, конечно, если у вас нет дождей Потому что бархатные мюли С мехом, который по дороге Он как бы не рассчитан для дождя В Италии дожди не такое частое явление Да и дороги чистые Поэтому я могу, как бы, скажем так, себе позволить Так одеваться осенью И, кстати, в этом образе его классику, классичность Я подчеркнула классической сумкой Шанель И я считаю, что она как раз уравновесила Уравновесила классику и современность этого аутфита И все вместе смотрится очень и очень собрано вместе Напишите мне, пожалуйста, какую вы бы выбрали юбку Вот эту кремовую Либо же ту, которую я покажу вам сейчас на экране Которая черно-белая Также на обе я оставлю ссылки внизу Можете перейти по ним, посмотреть поближе Или присмотреть ее для себя Потому что она, конечно, очень красивая И я считаю, что цена на нее Как бы это грустно не звучало, она оправдана Качество этой юбки Я никогда в руках не держала Настолько красивую и качественную юбку Кстати, у нее, для того, чтобы ее стирать Вот этот аксессуар с Джи-Джи У меня ремень, кстати, с такой же пряжкой Вот этот аксессуар, он отстегивается Он на клепке Поэтому у вас не будет никаких проблем ее стирать И, по-моему, в ее состав входит шерсть Я сейчас проверю Состав самой юбочки Это шерсть и шелк То есть она потрясающая, конечно, на ощупь Она потрясающе садится И за счет того, что у нее есть вискозный подъюбник За счет этого вы можете спокойно носить с ней вещи под заправку И их не будет видно Не будет видно, знаете, этих складочек То есть я заправила в эту юбку Объемную майку оверсайз И ее не было видно практически Также я заправила кашемировый джемпер И его тоже не было видно И все это благодаря тому, что юбка двухслойная Не видно, если даже какие-то складочки одежды, которые вы заправили, есть Следующее, что я вам хочу показать, это шарфик Это нежнейший, милейший шарфик С двумя такими леопардами Гепардами Не знаю, леопарды это или гепарды В общем, кошечки такие в яблочко, в пятнышко И есть такой шарфик в двух цветах По крайней мере, я видела в двух разных В таком сине-красном, более классическом И есть в более безумном исполнении С такими флюоресцентными цветами С ярко-салатовым и ядерной фуксией Я предполагаю его носить на шее Таким образом То есть завязать на один узелок Либо по центру, либо на уголочек С темно-синей джинсой это смотрится очень здорово Либо можно застегнуть, например, рубашку под горлышко И завязать это как бабочку И здесь будут две такие головы кошки Я считаю, что это просто бомба этого сезона И он для Гуччи, по крайней мере, достаточно недорогой Поэтому обязательно тоже присмотритесь к нему Если вы давно искали какой-то такой броский, интересный аксессуар на шею Следующая вещь, которую я вам покажу Это тоже аксессуар, маленький, тоже Гуччи Это тоже шарфик Да, как-то так случилось, что я купила два за один раз Но он совершенно другой То есть его тоже можно носить Так, как я показала шарфик с гепардами, леопардами Можно завязать на шее бантом Но я его планирую, по большому счету, носить чуть-чуть по-другому Я изначально его представила по-другому Я увидела у одной девочки, на самом деле, в инстаграме Практически слезала эту идею Саша, привет! Но настолько я влюбилась в это исполнение Что мне захотелось его повторить Такой шарфик можно завязать на вашем хвостике, на волосах бантом Поверх резинки Я покажу обязательно примерку То есть, как это смотрится в реальной жизни Но это очень и очень красиво Также его можно носить на запястье Можно обмотать вокруг запястья И завязать узелком, либо бантиком Конечно же, его можно носить на шее по назначению То есть, как он и был, по идее, задуман Завязать его и вот так на уголочек Опять же, такой цвет, конечно, с джунсой смотрится потрясающе Либо с белым каким-то аутфитом Он очень летний, очень классный И, как я уже вам сказала, этот принт у Гуччи мой самый-самый любимый Я с него, кстати, уже срезала бирки Поэтому он точно остается со мной И последнее, про что мне хочется вам рассказать Вот так много, я даже не ожидала Так много спрашивали под последними видео Где я появлялась в этом аксессуаре Что это, как это, почему это, откуда появилось Расскажи-покажи И я вам еще обещала из сторис из инстаграма Когда мы были в Америке Я показала вам коробочку Тиффани И сказала, что потом расскажу, что мне подарил муж Но я сразу предупредила, что это маленькая безделушка То есть, это больше знак внимания, чем подарок в понимании огромного подарка То есть, это не машина с завязанным бантом По большому счету, мы уже сделали друг другу подарок В том, что мы поехали по моей работе в Америку Но мы там остались еще почти на 10 дней дополнительных И мы взяли машину и опять ездили по всей Калифорнии, Аризонии, Неваде В общем, мы подарили себе это путешествие друг другу Потому что, ну, примерно, наверное, если говорить о семейном бюджете Мы эту поездку платили пополам Так как она у нас вышла, ну, мягко скажем, дорогостоящая То есть, Америка, в принципе, очень дорогая Особенно, если рассматривать отели Если рассматривать всякие, там, я не знаю, тот же самый вход в Universal Вот какой-то, простите меня, драный вход в Universal Он мне вышел, по-моему, в 400 долларов на двоих Потому что мы брали тот вход, чтобы избежать очереди Потому что я не люблю очереди, а мой муж не любит очереди еще в 50 раз сильнее И чтобы его не нервировать, естественно, я взяла вот эту, которую очередь, которая обходит очереди Если вы поняли, о чем я, потому что я уже сама запуталась Так вот, мы были в Вегасе И мы гуляли между Беладжо и Сизерс, по-моему, Пелос И там был Тиффани Я говорю, давай забежим Мне хотелось что-то ему показать Я уже не помню, что По-моему, красивый желтый бриллиант Который я бы хотела себе лет на 30 со свадьбы То есть, я не планирую, что это будет скоро Но мне почему-то захотелось ему его показать И как-то так получилось, что мне перепал еще один подарок на годовщину Он для меня очень символичный То есть, я, вы знаете, до этого каждый день на шее носила подвесочку Тоже серебряную, с таким кругом, которая карма Я покупала ту подвеску на сайте Asus Тоже дам вам ссылочку внизу, потому что вы часто про нее спрашиваете Но теперь я ту карму, которая, по идее, не имела для меня никакого символического значения Это просто была подвесочка, купленная мной, самую себе на сайте Asus Я решила заменить эту подвеску на что-то более значимое для меня Что-то, что я каждый день буду видеть в зеркале и буду улыбаться Подарки, именно сами подарки от моего мужа Они для меня очень редкие и очень важные Поэтому мне необходимо, чтобы каждый этот подарок для меня что-то значил Чтобы это не было что-то, что я могу забыть Чтобы это не было что-то, что я могу съесть, использовать Чтобы оно оставалось И это серебряный ключик маленький от Tiffany Он стоит, я не помню, долларов 200-250 Что-то в районе этого, не больше Он подходит абсолютно подо все Он смотрится очень нежно, мне кажется, он такой маленький, такой миленький И я люблю, в принципе, как серебро, так и золото Такой же ключик есть в розовом золоте Он уже стоит, по-моему, 700 долларов Если вам понравилось, то welcome на сайт Tiffany или в магазин Потому что он классный, он в постоянной коллекции, вы всегда можете его найти И теперь каждый раз, когда я смотрюсь в зеркало Я его не снимаю даже, когда я сплю на самом деле То я вижу этот ключик и каждый раз думаю о своем любимом муже Это безумно приятно Несмотря на то, что это не бриллиантовое колье Это не какой-то с ума сойти подарок Для меня он очень важен Тут я бы сказала, наверное, суть вовсе не в цене А в определенной символике Которую этот подарок мне дает То есть это вещь, которую я не снимаю с себя, как я не снимаю с себя обручальное кольцо и помолвочное кольцо Это ключик, который всегда со мной Это ключик, не знаю, от моего ли сердца, от его ли сердца Но он нас чуть-чуть так связывает еще больше И мне это приятно На этом я буду заканчивать Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео Что вам приятно было провести это время со мной Я вас целую Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео Если вы еще этого не сделали А с вами была Даша И до скорых новых встреч Пока-пока